что добрый вечер дорогие друзья с вами мэнбрид продолжаем и наблюдать за круповой стадии турнира во имя чести и сегодня перед нами два представителя клана via military вен and виспецкий вен за крыс висп за эльфов принципе билды билды вы уже видите в частности крысы меня мягко говоря здесь люто лютейшим образом удивили наличием 2 мерзости из адской дыры так одна у них есть пушка варп молний два три четыре крыса огра вен просто видеть видать из клана молдер столько у него всяких монстров блин скавинские рабы у него тут несколько штук и клановые крысы штормовых крыс ну естественно денег уже тут особо то не хватит так жрец чумы у него тут отдельно взят так у него есть порождение заразы призыв этих как зовут ну крысяков в общем чумных монахов еще обычный призыв и нечистое благословение пропитывает твою армию ядом так а это парень вообще у нас внезапно quick голова голова грызгин внезапно но кстати выбор может быть и не такой уж плохой типа 110 армора есть защита от выстрелов есть у есть бонус против пехоты а против высших эльфов но и вернее против лесных эльфов почему бы и нет то есть у него получается будет там под 80 этой атаки защиты правда маловато но не знаю как минимум древне вражеского там заклинателю можно быстро подрезать трофейными головами так что у нас интересного за лесных эльфов дикие садники со щитами два отряда никуда он их не дергает не двигает поэтому пушка просто стреляет в лоб не в бок никуда еще ну и не сказал пока прям лютого какого-то урона не наносит она или она еще даже не стреляла нет стреляет так танцоры войны три отряда два отряда триад дух ветвей кровь земли миазмы мелькота и волчьи ор давайте назовем по картинке эту эту обилку так ну плюс 5 атаки вау е дает так мой любимый арен чукопай правда он не взял рог дизреспект за то что не взял рог плюс сму спит плюс натиск для всех отрядов прикольная вещь в принципе правда она стоит дорого поэтому могу понять почему не взял блин ну все-таки потом две его орионовские эти обилки псы псина ориона коготь ястреба и вот плащ иши такая веселая вещь восстановление здоровья бойцов и 44 процента спас броска когда у него этого парня здоровья ниже 20 процентов но орион мне в некоторых плане как сам по себе не очень нравится он не сказал бы что люто дешевый и и даже да у него есть прикольные эти веселые обилки но какой-нибудь моргу да у него несокрушимость но блин у него нет ни крутой защиты от выстрелов ни магической защиты хотя это казалось бы такой волшебный черт так сказать а там до всяких например у моргуров тенидаров или петухов хауситских есть защита от магии от выстрелов защиты по веселей а этот парень достаточно такой у него атака натиск хорошие но защита у него армор просто отстой так ну и фишка клана в м уже это не значимые разведчики с разрывными стрелами мне я не знаю если честно что не говорить я их никогда не использовал реально мне они всегда не нравились в том плане что у них всего лишь дальность 135 у них магические атаки у них урон от выстрела аж 37 это очень много так ну еще не там сестрички терновника были наши любимые но идут эти ребята на сближение пускай тут дальше он стреляет это одна пушка по ориону итоге что-то цели сени наш не находит так вот у нас пошел тут натиск собственно говоря крыса угры уже на получали от стрелков отлично они режут пехоту мерзости стоят позади сейчас тоже будут искать все цель орион уже по трофейными головами и под держать позицию там и шипастый щит был от сестер но режет его тем не менее все равно прекрасно под трофейными главами он ведь 0 защиты 12 армор 12 доспехов всего жестко так здесь кавалерия пытается до пушки дойти но если честно пушка здесь никакой роли не играет здесь больше на внезапности идет игра с этой мерзостью так сказать это действительно неожиданно если честно так говорим тут естественно прогоняет клановых крыс но она ничего необычного в этом нет так здесь у нас мерзость рано или поздно диких всадников развалит ну и вот как бы вроде лучники то крысоограф то расстреляли половину по крайней мере но этого недостаточно еще чтобы убить две мерзости скажем так но такого действительно никто не ожидал опять же повторюсь так убегает орионский но сейчас крыса угры его догонит поэтому так работает у него уже эта билка нет не работает видимо я не думаю что это еще 20 процентов так танцорщица тут у нас с последних сил держится дух ветвей за духом ветвей пришел крик головорец слава богу но тут очень быстро очень быстро кстати у него еще и не заметил доспехи взят доспехи за сколков фар по минус 18 доспехи кстати говоря интересный момент потому что получается что каких-нибудь варденсеров у которых доспеха всего лишь 15 доспеха становится ноль мне как бы все равно остается защита от физы но это все равно весело так сестры терновника мне кажется должны пить вот здесь быть откидывается щипастый щипа блин опять с чем шипастым щитом но уже здесь эльфам блин будем честны ничего тут не поможет я чем две мерзости просто убить здесь лучников нужно было бы штук шесть и по надпадо на трое мы возможно они бы там поубивали вместе если вы его черт были потому что у них реген конце концов у них защита от выстрела а огненные стрелы вряд ли кто-нибудь догадался бы взять потому что ну ну никто не берет этих эти мерзости все обычно на крысоограф там артиллерию делают став если что попрошу заметить эти игры они были наверное одни из первых может быть сыграны поэтому тут еще как бы мы в дальнейшем ногу видим игр таких веселых их так сказать умерла все думаю даже и сейчас можно брать не уверен я что хватит там 6 лучников чтобы прям две и две мерзости убить и крысоограф перестрелять скажем так ох перерезали все-таки одну мерзость но ориона убили тем не менее так а где 2 2 там веселиться но ее в упор кстати неплохо течещённые разведчики расстреляли должен заметить вот здесь уже все у нас подходит концу тут в общем и целом чё у обоих игроков пехоты не было прям очень много скажем так больше были монстры узкая но там артиллерии он всего один отряд поэтому просто он вот эта стенка на стенку так сказать произошла лютейшая ну и под всеми этими монстрами эльфы естественно не выдержали и квик очень хорошо снайпит лорд очень хорошим очень интересный выбор вполне мне понравилось что же джи джи первую игру у нас забирает получается вен а стоп подождите давайте результат это посмотрим так ну пушка 31 фраг но думаю нанесли они какой-то там урон и ориона и кавалерии 4050 мерзости крысоогры там крысоогров перестреляли поэтому не о чем наверное говорить ну и кстати непривычно достаточно реально за скайнов видеть билд у которым пехоты меньше тысячи достаточно забавненько ну а у эльфов он смотрите два варденсера вообще не сыграли одна отряда не сыграла а все остальные ну тут все эти фраги если подумать да их много это круто но посмотрите на пехотный состав крыс вообще просто 4 раба и 2 клановые крысы блин но это как бы такая пехота на уровне бретонских грести крестьян может даже бретонские крестьяне повеселее так что по факту эти цифры о многом не говорят но очищебные разведчики конечно хороший урон наносят но не для кайта невозможно кстати может быть стоило бы покайтить попытаться как-то поддержки кавалерии артиллерия всего лишь одна была тому крысоогр конечно это такая хорошая заявочка но в теории можно было бы покайтить попытаться хоть какой-то урон внести этим крысоогром до столкновение скажем так а если бы у него были между прочим просто обычные черные разведчики там найти по лотосмуновской системе там четыре черных разведчика он бы вообще просто бегал бы от них пока у него боезаряд тут не закончился и потом под конец вся вот это вот братья уже такая выскакивает ну ладно у нас нормальный турнир так что интересно все 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 прекрасно что же давайте посмотрим следующую игру орки против ящеров теперь у нас на очереди вен берет любимых троллей гелиота берет скига прыгов кучу фиолетовых всяких юнитов там хашки эти две за стрель фиолетовые там колесница прекрасная пехота вообще тут просто лайтовая типа два диких орка там эти черти счете обычные черти да прикольно получается придурки с 8 пиков несокрушимые гоблины братва вожака это те гоблины которые дебафают на армор дикие орки обычные за 550 ржавые стреляла которые своими выстрелами дебафают противнику армор просто ночные гоблины лучники вот это вот я не очень на самом деле понимаю выбора так ладранцы грабители горба у нас значит застрельщики с бронебойным уроном защиты от психологии прекрасные ребята лучшие в мире так и смертолазы тоже прекрасные лучшие в мире с регеном застрел но если честно если они попадают под обстрел это регенерации им сильно не поможет поверьте гоблинцы гоблинцы на волках на колеснице и элитные ребята точно такие же только фиолетовые с лучшими статами против лизардов отличный выбор в том плане что они идеально катаются по вражеским застрельщикам да и в принципе неплохо в спину может изавром они могут залететь и стреляют они это очень хорошо потому что можно отстреливать всякие всякие единичных монстров там и прочих нехороших ребят по типу вождей сцинк так берется у нас здесь ажак мечник значится у него есть вытягивание похищения души бьюна искатель врагов вах вах похищение жизы прекрасные заклинания так ну и сразу скажу почему ночные гоблины лучники 2 не очень ну если вообще в теории если берешь за арков лучников то скорее всего вы будете стрелять по одной цели да и если хотя бы один юнит дает яд а ну хотя кстати они не дают я да они просто дают у них значит атаки ближнем бою есть а это тогда тут я не прав получается это думал они я тоже дают помимо вот этой хрени а у них только в ближке если дают и атаки кстати у них еще и статы ближки круче 15 20 23 29 ну тогда тогда ладно тогда окей берут тогда я был не прав получается типа я тогда я дополнительный все ок тогда я понял так ну что у нас тут застрелы что-то попутали пытаются тут они с цинков застрельщиков этих перерезать но не думаю что это хорошая идея так всадники на тирадонах у нас с огненными бала видимо собрался он там прям люто уничтожать каких-нибудь черных орков но их тут нет сквиги пытаются зайти во фланге кстати говоря я забыл посмотреть на лизардов у нас тут круг гар просто запакованный в щи священная кладка смертельная резня быстрота и целя твань богов моя любимая потом блин там вождь скинков этот дебильный на тирадоне так на крутом басти ладони или как его там стигодоне этот жрец цинков небес небесами просто одни атакующие заклинания порыв ветра прекрасный выбор молния уранова против армора хороша сеть молнии честно не понял зачем можете если ожидал очень много пехоты поэтому взял но молния уранова по диким орком офигенно заходят и принципе по пехоте но здесь пехоты как мы сами видим не особо то и много так хамелеоновых сынков у него нет две пачки сынка застрельщиков суть по всему завры воины щиты раз два три четыре и когорта сынков раз два все соответственно и два вот этих вот тирадона с огненными был взрывающимися вот не знаю зачем он пытается драться этим ожагом быстро он его не прирежет но и ваще идет чарж тролляки тут залетают просто со всех сторон прекрасно очень эффективно крок гар впитывает ему то даже сопротивление физе не помогает соответственно когорта как минимум когорта сынков просто приседает борщи вот пытается залететь жрец сынков маг и сквиги радуются жизни залетают уже по застрелам тут от тяги откидывается видимо похищение от души проседает очень галюта крок гар а жагу пофиг что-то не знаю вот реально зачем надо было с ним драться застрелы здесь уже обстреливают завров и дикие орки заходят с другого фланга здесь же наоборот орки проседают очень жестко уже гоняют лучников тут потихонечку ажакский уже добрался до вождя сын хорошо чередка чередка стреляет все стреляют лучники лучников спасает у нас орк сквиги от твой гурьбой залетает на бедных завров так жубокрады опа кстати несмотря на то что это кавалерий не так уж не такой же плохой урон был так это что у нас судьба бьюны а ладно вопросов нет судьба бьюны так судьба бьюны итоге тирадоны с огненным бала вообще ничего не сделали блин 7 фрагов всего никого не настреляли лучники вернулись строй тролляки возвращается в строй пехота пехота значится завров уже офигевали и убегает остается просто два монстра а тролли тем временем то возвращаются все лучники живы и хоть они сейчас не стреляют вокруг гару но когда все-таки будут им это все не понравится дел так тролляки в принципе тут пока не убегают могут нормальный урон вносить ну даже если убегут пехота завров уже рассыпалась а куча лучников по-прежнему остается хладнокровие тоже не бесконечная 2 штуки точно было откинуто может отчет не заметим конечно же я цинка 46 и круг гар 22 на круг гар конечно клевый парень в том плане что он может быстро до кого-то добежать но на самом деле против арков мне кажется не лучший выбор ну вот пошел фокус на круг гора ажак там дед летает он даже на землю ни разу не спускался вот пошел вак все наши гоблины тут уже преисполнены атакой все вот режут ему атаку круг гору мало урона вернее мало и и получает он в щи со всех фронтов хп просто тает бедолаги а тирадон очки родом ни хрена не могут эти радоны чего-то не настреляли ничего не не стреляли 43 только только у них сатан уже сейчас должен быть что ажага надо было тогда всеми сразу пытаться в милишку идти и пытаться его убить вот в этом плане школе небес есть отличный приносим забыл что любую есть отличный спелл самый первый который дает просто 26 атаки там что-то 26 защиты можно было бы накинуть на какой-то отряд этих тирадонов и попытаться действительно фокус на тяжага а вот слишком много было взять взято атакующих заклинаний и они здесь не нужны даже если там черные орки какие-то были вот он сейчас вот эту молнию закинет патраля ну и что я не думаю что намного надо можно эти вот посмотрим тут модельки есть вы видите урон я нет вопрос исчерпан ну и просто он за вождем носится ажакский тем временем до наш бедный круг гар уже на получал по щам его провожают гублинские чередки да вот так вот коблинские чередки провожают и смотрите какой вот я вам говорил про стрелковый урон и план неплохо ведь да смотрите как и пытает сейчас правда промах ну давай попади для чередки это действительно неплохо то что мульти задачность так сказать решает так но остается у нас один здесь этот жрец сынков по последний боец 120 фрагов тут наделал вот это вот тема реально хорошая потому что и урон от выстрелов большой у него и сам по себе он нормально пехоту жахает то есть по моему можно пытаться против орков две штуки даже вот такие брать хоть они очень дорогие но как бы почему нет а вот все таки ажак спустился сейчас его тут быстро сожрет все таки че вот так вот арки 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 вена просто разматывают виспец кого такие пирожки такие пирожки ребята грустно но в те же время мега весел тебя подождите а почему а почему мы а почему они третью тогда играли если по приколу что ли вен же 20 выиграл уже по факту не знаю в принципе нет что мне в принципе пофиг смотрим дальше игры интересные я доволен так висп придет за высших эльфов вен ну и кстати вот опять же к вопросу швырял посмотрим на этот благословленное требуше 2 ядовитых зачем разве что по разным целям стрелять так ну что у нас тут высших эльфов билд кстати в принципе хороший он уже себя зарекомендовал мы что-то такое вроде бы от мазрим тайма что ли видели да но они вроде позже играли хотя я я не знаю в общем хранитель знаний хаэта хороший парень потому что он позволяет у него есть и кровь земли то есть он ему позвать это позволяет хилить вот эту вот эти вот связки стражи феникса с принцами драконов и у него и замечательная вещь замечательнейшее похищение души вам может показаться ну похищение души и похищение души еще дальше собственно а фишка вот какая похищение души нынче такой веселый спел который убивает модели отрядов вот и соответственно если откинуть даже там на хранитель играли то этот спел стабильно вам где-то убьет 6 моделей хранителей играли а модели не поднимаются из мертвых у нормальных фракций там модели поднимается из мертвых вместе с хп только тому вампиров с тамбами наверно а вот эти ребята таким обделены и знаете вот для такого отряда как хранители играли просто за спел который стоит 8 маны потерять 6 моделей это важно поэтому все тип топ но с любом случае посмотрим как тут все это пойдет ну два копейщика два белых льва принцесска на дракончике полностью запакованы не очень понимаю правда зачем карта маленькая стрелять тут времени особо тень не будет ну а бритонец у нас бритонцы есть благословленное полевое требуше которая очень смачно так вообще на пригорке стоит очень круто так два этих бритонских крестьянина под ядом толпа крестьян четыре штуки искатель играли мне они очень нравятся эти парни потому что это вообще одна из это единственная кавалерия за бритонию именно кавалерия не говорю прилетающие монстры которая имеет бронебойный урон у них хорошая атака более менее защита у них есть не восприимчивость к психике то есть эти ребята прекрасно чтобы закинуть их на какого-нибудь по моему дракаогра шагота принципе потому что благодаря бронебойному урону они могут неплохо и и надамажить даже вот рыцарь играли у них конечно у них крутой натиск у них крутое там преимущество против крупных аж целых 12 но посмотрите на урон то есть если вы знаете sky прям весело классно не забежите то ну шаготу как бы охрен кстати посмотрите на великолепное копье великолепное 106 натиска 106 это вот к вопросу о том а надо ли давать хоть какой-то дебаф ну не думаю что надо на скорость потому что если будет дебаф на скорость хреново будет все это отыгрываться но хотя бы вот старый дебаф к выстрелам типа там минус защита от выстрелов я бы дал а то это слишком жестко с одной стороны с другой стороны видите сейчас всех всех увидим ребят всех как же хорош так я сбился смысле короче а с другой стороны если их там что-то им дебафать то бретония может снова сосать кок как это бывает иногда потому что кавалерия тащит у нас другой стороны вот блин хранитель играли который не натисковый отряд имеет 52 натиска все равно это нормально тут тоже 49 это нормально ну и там тоже связка хранитель играли искатель играли прекрасно мне нравится ну и что тут у нас швырялка настреляла 6 тел вау а по кому стреляем по кому стреляем непонятно вот чаш в лицо на крестьян кстати здесь еще есть ополчение с алебардой честно это по-моему бесполезно так заходит по тылам у нас заходит кавалерия и куда же она пойдет интересно хоть тут час будет очень красивый чардж хотели виды посмотрите посмотрите как посмотрите как крестьяне то чаржатся господи помилуй 10 из 10 пыж вот это да ну это был не до чарж это не в счет пацаны я этих просто проигнорировали рыцари здесь уже получали пащам рыцари грали кстати а как они чушь вы так за попали то фига их там да ну вот похищением души добил красава минус отряд за полторы видимо он как-то неудачно зашел в драку или принца драконов прям люто хотел убить но она так не работает и заметьте вот почему ну я думаю всем понятно что бритонец уже как бы проиграл проиграл почему потому что его фея заклинательница в данный момент находится в пехоте вся фишка фея заклинательницы это ее вот этом вот с пыли кстати вот я ее как раз таки не смотрел все остановить это дымка леди минус 5 атаки нанесение урона когда она в ближке и соответственно всяким там принцем драк там драконом этим блин там алебардом дебафается атака но даже фиг с ним главное что она дамажит именно и дамажит очень люто и она должна быть здесь прям здесь они в пехоте там с белыми львами селя веселиться вообще он неплохо чашка зашла вообще в этом матчапе пехота для бретонии это вообще не самое важное можно теории вообще двух копейчиков там взял крестьян взял коней full stack набрал и пошел соответственно все все что тебе нужно для жизни а так дракон здесь даже дракона нету с не было смысла эту фею пытаться снайпить просто методично по чаржился всеми вместе всех поубивал вытягивания покидал 17 18 моделей именно коней поубивал прекрасно зашибись но а фея что фея зато с белыми львами тут потусила ладно опять же повторюсь это эти игры они были в самом начале групповой стадии отыгран насколько я помню ну и вот моя любимая швырялка четно стреляла 30 весь бой сидит на горке на холмике в идеальной позиции на определенном хорошем расстоянии от нее вражеские войска и она набивает 30 за 900 рублей трибуше набивает 30 за весь поединок ну вот добрался до феи короче тут просто бритонию размотали но опять же чё ты очень я понял приколов почему они три боя играли может где-то вен правило нарушил там тебя вроде нет нигде он не нарушал лан может просто так сыграть действительно вот тут вис просто размотала 50 она в итоге сделала под конец битвы когда уже от этого толку не было вот эту кавалерия кавалерия просто не заиграна вот я даже не знаю давайте пересмотрим этом пропустил натиск если честно я да я даже пересмотрю еще раз ну да вен 2 2 0 дайте ка еще просто посмотрим на натиск ну не сыгра не сыграна кавалерия просто разума разматана размотан развалена любые слова можете на это подбирать не заиграна кавалерия да и на такой маленькой картину стрелки погоды не делают давайте код посмотрим я вот этот фланг право флин как здесь так прям люто так вот стрельба у нас тут идет по этому треугольнику один из тела одна смерть ясно понятно так и куда мы так дыхалка кстати дыхалка по треугольнику прекрасно зашла кажется я понимаю теперь как они все сдохли ясно так и чего вы делаете ребят да хороший хил хороший натиск зачем ты их вытягиваешь сразу то он они только подбежали бы на пофиг бы зашел бы в тыл и блин пай пока целых елы-палы и ведь мы эту ведьму блин это озеро блин сюда притащить нормально эти бы черти эти тоже за через вражескую кау их тут тащит в итоге все равно застрял в ней блин потом конечно это лютая связка но блин вот посмотрите как вообще все это происходит они вот вот они казалось бы в драку зашли они только-только вот спустя там секунд 15 несколько моделей дошло до этой кавалерии несколько вот тока-тока вот он сейчас начинает там протаскивать еще там сзади и по нему там эти черти зашли вот здесь уже как раз таки он тут кавалерии вражеской не осталось застревает кого в этих копейщиках можно уже вытащить ее блин а тут сразу то зачем это было делать зачем вообще нужен был этот натиск на самом деле подумать я бы если честно не на не чажился бы вообще рыцарем играли я бы хранители отправил и сейчас просто хранители могут как раз против пехоты стоять в этом и фишка стоят они против пехоты остальными там двумя кавалериями уже с флангов заходишь в общем несколько тут ошибок от бретонцев было вот в общем то и приплыли ну и три буша я не знаю нету смысла благословленным обычная мог взять 200 монет сэкономил бы ну хотя за 200 монет ты ничего не купишь я не знаю 1200 там плюс 200 1400 очень убрать крестянина убрать можно еще при цире граале взять какого-нибудь ох какой натиск у меня никогда таких не будет ох прелесть в принципе кучу фрагов наделали все очень жестко понятно она пускай заканчивают хорошие игры мне очень все нравится прекрасно первые две просто суперские троляки мерзости все-таки мерзости наверное не зайдут если против тебя 6 лучников взять сана трое мы ну блин до 2 мерзости тут не помог никакой регионом там не поможет мне кажется но такого с другой стороны никогда никто не ждет он ребят всем спасибо за внимание пишите в комментах что дубы идти еще по этим матчапом как вам вообще мерзости так далее вот весело смотреть первые игры когда люди еще чего-то там не знают так сказать и очень такие веселые фишечки могут получиться ладно всем спасибо за внимание всем пока